Новое видео выходит каждый день в 20.00. Я, конечно, понимал, что Трипион Варда тупой, как бы мусор, тупой дебил и так далее. Но то, что он тупой долбоёб, я узнал только сегодня. В 12.43 мне на канал поступил страйк на видеоролик, который вышел пару дней назад. О том, где я рассказываю о том, как Трипион Варда накручивает себе просмотры, подписчиков, лайки на видеоролики, которые у него там частенько бывает такое, что списывают. И, в общем-то, он смотрел мой видеоролик и вроде как ему всё нравилось, он смеялся, он только типа ха-ха-ха, типа, а, блин, ну ты разоблачил, конечно, пипец, 300 подписчиков у меня, у тебя столько нет, ты типа завидуешь, да? А, у меня типа сет-квест ещё. Я не знаю, как это его оправдывал, но, наверное, он в глазах своих людей думал, что он оправдывается. И я честно вам скажу, я не смог посмотреть этот стрим полностью, потому что омерзительный человек, абсолютно неприятный, абсолютно отталкивающий уебан. И я не знаю, если бы я там сидел хотя бы не с ботами, то есть там смотрел его там 66-70 человек, в чат писало там 2 модератора и 3 обычных человека, ну, я извиняюсь. Возможно, это нормальная статистика, ну, забавно, как-то очень сильно забавно, однако, ладно, ладно, не будем об этом никак разглагольствоваться, вот. Я там зашёл на несколько буквально минуточек того, как он там кричал, говорил, что, а, вот это вот то, там, вот это то, вот это ты не прав, тут вот то. Я честно вам скажу, очень сложно было посмотреть, я кому скинул ссылку, говорю, пацаны, посмотрите, потом расскажете. Они мне все говорили, бля, братан, мы такую хуйню смотреть не будем, пошёл ты нахуй. Я такой, типа, бля, ну ладно, вот. И, значит, я зашёл на каком-то таком моменте, где он что-то там говорил, 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 и говорит такой, я тебе страйк уже кинул. Я зашёл на свою почту, я зашёл в творческую студию, смотрю, ну, вроде как, никаких видео не удалено, вроде как, каких-то сообщений на почту не было. И, я думаю, типа, ну, наверное, блефует, наверное, хочет покрасоваться перед своими, там, я не знаю, шестью-десяти ботами и десятью, там, какими-нибудь, я не, существующими людьми, вот. И, типа, что-то наподобие того. Однако, однако, сегодня я просыпаюсь, с телефона захожу в творческую студию YouTube, смотрю, там, у меня видео удалено, типа, нарушение авторских прав. Захожу, а там, тот, кто кинул, Кирилл Ферезда, вот, настоящее, если что, имя и фамилия его, потому что, если бы он указал ненастоящее, YouTube бы просто не принял эту жалобу, либо удалил бы его канал. В общем, там, много разнообразных вот этих вот штук было бы, однако, ладно. И вот, у меня один вопрос к тебе, вот прям, буквально один вопрос. Если ты, мало ли, будешь что-то где-то на стриме смотреть, или вроде того, я всё равно это не посмотрю, или мне там вырежут, кто-то скинет. Вот, один вопрос, если в моём видеоролике я говорю неправду, и ты, в самом деле, не накручиваешь, что у тебя нормальная статистика, что всё хорошо, зачем кидать страйк? Ну, то есть, ну, зачем ты посмеялся, и всё, зачем тебе вот эти вот какие-то разбирательства, я не понимаю. Для чего? То есть, наверное, типа, ты бы не стал удалять какой-то видеоролик, если бы там говорили какую-то хуйню, типа, ну, ой, дебил, там что-то говорит, говорит, пусть говорит. Нам, как бы, до этого вообще похуй, ребят, не смотрите, там, не слушайте, его говно полное говорит. И, в самом деле, ну, ты знаешь, в чём проблема? В Самаре, в городе, в котором ты живёшь, существует очень много людей, которые хотят тебе дать пизды за то, что ты делаешь. За то, как ты проекты там на бабки кидаешь, за то, как ты рефералов крутишь, там, многие чуваки в блэк-листе ютуберов это скидывали. Это очень смешно, блять. Ну, ладно, ладно, я думаю, что сам ПРП, если захочет, тебя выгонит, потом мне уже на это абсолютно похуй. Моё дело предупредить. Так вот, у тебя сейчас есть два варианта развития событий. Либо ты, даже три варианта, один из них абсолютно неблагополучен для меня. Ну, или для тебя тоже, как бы, понимаешь. Хотя мне похуй, то есть. В общем, дело в том, что, когда ты отправлял мне страйк, ты ввёл свои данные. Да, это правда, и, скорее всего, ты ввёл настоящие данные, потому что, если ты ввёл не настоящие данные, то твой, как бы, канал, аккаунт можно вполне спокойно забанить. Но и я, я как бы уже отправил апелляцию, но и я в своей апелляции ввёл свои настоящие данные, там, где я проживаю, по фактическому месту жительства. Так вот, тебе через пару дней придут мои данные, а мне через ту же самую пару дней где-то придут и твои данные тоже. Я предлагаю следующее. Ты не отзываешь страйк, ты оставляешь всё как есть, и Ютуб мне его снимает через, там, 14-16 дней, где-то так. Так, второй вариант развития событий, это ты сливаешь мой адрес, но я сливаю твой адрес, а также, там, ну, ты знаешь, страницу твоей мамки, твоего папки и многое другое, типа, почему бы и нет, да, ну, то есть, если ты решил играть так, то у нас будет с тобой юмор без границ, сделаем всё такое, потому что найти твою маму и твою папу, это не так уж и сложно, они у тебя в друзьях ВКонтакте, но твои, если что, настоящие страницы, вот, если что, то сольём. В общем-то, этот вариант, он неблагоприятен для тебя абсолютно никак, то есть, я сливаю твой адрес, ты сливаешь мой, только мне на мой адрес абсолютно похуй, приходите, кто хочет, типа, никто не придёт, всем похуй, никто не живёт в Казани, а вот в Самаре живёт очень много людей, желающих дать тебе пизды, вот, поэтому, ну, я бы не стал рисковать. И третий вариант развития событий, самый лучший для тебя и для меня, мы расходимся, не сказать, что на дружелюбной ноте, просто на такой, знаешь ли, спокойненькой ноте, и, то есть, мне уже похуй, ты мертвец, ты там, так или иначе умрёшь, я не упоминаю тебя, ты не упоминаешь меня, ты просто снимаешь страйк. Тем самым, твои данные не приходят мне, мои данные не приходят тебе. Все остаются при своём, только теперь все знают, что ты ещё и страйк кидаешь. В общем-то, выбираю, у тебя три варианта, вот, и, впрочем-то, ну, как-то можешь это сделать. И так же, вот, ты знаком, видимо, с ситуацией с Луняшей, правда, не совсем как-то полностью. Если бы ты был знаком с ситуацией с Луняшей, ты бы знал, что на тот самый сампо-обзор, который уже набрал около 16 или 17 тысяч просмотров, кстати, нормальных, не накрученных, если что, дело в том, что там, понимаешь ли, в чём дело, Луняша блокировала этот сампо-обзор, за меня тогда ещё вступился Ангел Касада, именно тогда мы с ним и познакомились, именно тогда всё это и началось, вот, весь этот хейт-контент на Ютубе, вот, с Страйка Луняшиного, вот. И, в общем-то, Страйк вполне спокойно сняли, потому что, ну, ролик было не за что блокировать, сняли его, кстати, также через два дня, вот. И, в общем-то, Луняша получила мой адрес, я получил её адрес, она сразу же кому-то там вроде как слила, там, мой адрес, вроде как в конфу-стейджа, вот этих вот всех ютуберов и так далее, она слила этот самый адрес, и всё, я её адрес не сливал, потому что, ну, пусть живёт, вроде как она больше никому не сливала и многое другое, вот. Ну, в принципе, на этом я думаю, что всё, Страйки оспариваются просто на вот так, то есть по щелчку пальца буквально, и, как бы, ну, я тебе предложил самое нормальное, самое рациональное пути решения этих задач, вот. А ты уж как-то сам выбирай, как бы, быть или... Ну, ты понимаешь, я думаю. В общем-то, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, видимо, Трипион Варда долбоёб, а Тупой Даун, вот, и многое другое. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока!